То есть это вот можно сказать, что вот именно в мае 1945 года. Да, так кончилась война. А вы где? И вот мы... А вы где здесь покажите? Вот я. А, то есть вы вот. Это я, да. А это мои подруги. Часто альбомы пересматриваете вот эти? Часто. Я часто смотрю, грубо выражаю, другой раз и плачу. А потом все проходит. У Ольги Степановны снова появился повод достать старые фотоальбомы и вспомнить прошлое. Добровольцы из волонтерского корпуса «70-летие Победы» моют полы, протирают пыль, чистят ковер. Обычные хлопоты на девятом десятке жизни даются Ольге Степановне нелегко. Пока ребята наводят чистоту, ветеран делится воспоминаниями о войне. В штабе протолчала. Я все борзаетой чертовой машинкой. Мне уже надоело. Девчонки идут на танцы вечером, идут в кино, а я сижу, тыр-тыр-тыр, печатаю. Работы было много, потому что всякие приказы, указы. Я же полк, а то нашу три эскадрильи. И я вечно торчала в штабе, плакала. В Самаре ветеранам помогают более трехсот волонтеров, в основном школьники и студенты. О том, какая именно нужна помощь, узнают от соцработников. Чаще всего ветераны просят помыть окна, у самих уже на это нет сил. Однако главное в этих встречах – общение. Обязательно при встрече происходит общение, так как волонтер приходит не только убраться, но самое главное поговорить с ветераном, узнать, как его дела, чем он занимался во время войны. Поэтому живое общение – это одно из главных направлений. Я считаю, что современная молодежь должна об этом помнить и никогда не забывать. Ведь если мы будем помнить наше прошлое, у нас есть будущее. Адресная помощь – акция не разовая. Она продлится и после праздника Победы. Волонтеры обещают прийти к каждому ветерану, который нуждается в их помощи. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.